Выбор организаций, не включенных в единый реестр органов по сертификации испытательных лабораторий Таможенного Союза, не проведение исследований на остаточное количество действующего вещества пестицидов, использованных в период вегетации, некорректное указание объема декларируемой продукции. Это наиболее частые ошибки при декларации зерна производителями. С начала года в управлении Россельхознадзора признали недействительными более 60 деклараций соответствий, выданных на 131 тысячу тонн зерна. Теперь, чтобы зерно из Воронежской области соответствовало требованиям технических регламентов Таможенного Союза о безопасности, фермерам необходимо, исправив ошибки, заново провести декларирование своей продукции.